Итак, друзья, у нас уже кипит, кипит наш бульон, и мы сейчас будем засыпать рис. Поехали, засыпаем рис. Да, и так мы сейчас засыпаем рис, засыпаем рис. И у нас готовится плов. Вот так у нас засыпается рис в бульон, и так будет готовиться у нас сейчас плов. Громче кричи, в Душанбе не слышно. Таджики не умеют тихо, спокойно говорить по телефону, нужно обязательно кричать. Так. А будет ли он закрываться крышкой? Будет закрываться, да? То есть вы засыпаете, перемешиваете и закрываете. Да? Окей. Ну ты хоть подойди, прокомментируй, что я сам придумываю. Давай расскажи мне, кто тут повар. Как лучше вспомнишь. Так я сам должен угадывать, что будет. Иди сюда, расскажи мне. Так. Сейчас чуть-чуть закипит, потом крышкой закрою. О, хоть ты мне расскажи. Вот. То есть он должен закипеть. Да. Так. А перемешивать будут они его? Будет, будет, будет. Будет. Мековый тонн, аралас, мековый тонн. Будет, аралас. Давай, мековый тонн, мековый тонн. Аралас. Только рис. Только рис. Только рис перемешивать. Все, вот так вот. Полностью не будут перемешивать. Сверху донизу. Не будут мешать. Внизу, внизу мясо, сверху рис. Да? Будут перемешивать только рис. Сверху рис. Все, я понял. Небольшая таджикская дискуссия произошла у нас на заднем плане. Так. Хватит нам мешать. Перемешай мне это. Покажи, как оно перемешивается. Брат, ты можешь перемешать это? Здесь у него огонь. Так, тут у нас пока вначале огонь. Надо добавить немножко газу. Да. Сделать более огневой, высокотемпературный режим. Чтобы закипело. Чтобы хорошенько закипело. Ладно. Может, ты нам расскажешь еще пару слов про Украину, что тебе понравилось? Пользуясь случаем. Лучше приезжайте к нам в Таджикистан. А, все, договорились. Давай еще раз. Приезжайте в Таджикистан. Приезжайте в Таджикистан. Попробуйте у нас что-то. Отлично. Я уже тут. Спасибо. Здесь на самом деле все просто супер. Так. Вот, друзья, мне не удалось его попросить, чтобы он начал мешать рис. Рис, оказалось, что вначале должна закипеть вода. Да? Рис парится. То есть, вода должна выпариться. Так? Рис просто берет вот так вот и парится. Не перемешивается. Не перемешивается. Его просто уровень сделают. Закроют крышкой. Потом как... Напариваться он будет. Гора. Гора. Да, да. И закрывает крышкой, и он 20 минут будет париться. Напариваться. Париться. И все. Отлично. Вот смотрите, он уже взрослеет. Я вижу, как он увеличивается, да? Братан. Али. Ты видишь, да видишь, что происходит? Да. Рис увеличивается. Да. Рис увеличивается, и вода испаряется. Да. Оно должно, вода испаряться, потому что они сделают рис уровень. Ага. Потом поднимают его как гора. Да. Рис как гора. Собираем. И все там. Только рис. Вовнутрь. Ага. Закрывает крышкой. И через 25 минут плов у нас будет готов. Плов готов. Да. Плов с бараниной. Таджикский плов. Плов с бараниной. Отлично. Объясни мне, зачем они сало жарят на масле? Я вот не могу понять. Сало же может жариться без масла. Не. Это жир с бараниной, может сам по себе жарится. Оно жарится. Так. У нас заказ будет. Да. Салат масляный. Салатовое масло, которое семечки. Подсолнечное. Подсолнечное. Да. И этот. Жир. Жир. Бараней. Вот. Они говорят, оба перемешиваются. Оба перемешиваются. И на этом все. Они уже готовят плов. Да? А. То есть клиент заказывает. На чем он готовит. На чем он хочет, чтобы ему приготовили плов. Все. Отлично. Разобрались. Разобрались в тонкостях таджикской кухни. Наконец-то я дождался процесса перемешивания. Сейчас мы увидим, как перемешивается плов. Внимание, друзья. Рис. Рис. Ну подожди. Рис это и есть главный ингредиент. Наконец-то. Наконец-то мы дождались. Рис кульминационного, ключевого момента этой готовки. Так сказать, главного ингредиента. Так. Вот так у нас перемешивается исключительно рис. То есть то, что там на дне, мы туда не копаем. То, что только сверху. Вот это рис. Да. Ты нам обещал гору. Вот эту гору риса. Да? Он сейчас ее будет гонять вот тут по кругу казана. Да? Поперекции. Потом соберут как гору риса только. Ага. Закрывает крышкой и все. Все, я понял. О, как хорошо кипит. Слушай, а? Это он костер сделал хороший, да? Да. Очень красиво. Это у нас 4 килограмма плова. 4 килограмма? 4 килограмма плова. Мясо у них 50 на 50. Горядина и баранина. Мясо и баранина. 50 на 50. Горядина и баранина, да. 2 килограмма баранина, 2 килограмма горядина. А зачем он еще солит? Это крису, да? Да? Он сейчас будет пробовать соль как там. Вот где ты раньше был? Я никак не мог понять эту технологию. Сегодня у нас воскресенье, да? Все таджики съезжаются пообщаться с друзьями, покушать, да? Сегодня 1 декабря и воскресенье. И воскресенье, да. Выходной день. Поэтому у всех посиделки с друзьями. Посиделки с друзьями, с товарищами, с работниками. Даже некоторые с алкоголем сидят. С алкоголем. Некоторые. Но не все. Не все. Ну я думаю, под такой плов можно пить сколько угодно, да? Он очень жирный. Да? Да. Как видите, рис уже почти сварился. Вот уже мы нашли морковку. Кусочки мяса видны. А какой объем воды здесь помещается в этом казане? Братан! Нас никто не слышит. 10 литров. Казан. Казан на сколько литров? Это? Да. Не слитерам? 5 литров. На 5 литров казан, да? Так, казан на 5 литров. Мы выяснили наконец-то. 5 килограмм. 5 килограмм? Вот только что говорили 4. Нет, это 4. Да. А, но может быть приготовлено даже 5. Если с горой, да? Под самый, так сказать, под верхнюю риску. А, максимум. Максимум, да? Здесь 4 у нас. Да. Все понятно. Еще килограмм можно. Еще можно килограмм, да? Больше. А второй 3 килограмма. Вот тут 3 килограмма всего, да? А дальше 2 килограмма? Вот тут 2 килограмма, да? Все понятно. Это позже, это не сейчас, да? Поэтому вы их остановили весь процесс. Максимально. О, как пахнет бараниной. Я чувствую запах бараньего жира. Приятно. И она лучше. В общем, плов сладкий и жирный. И он ни разу не острый, да? Не острый. Нормально, да? Все. Можно кушать. Так, там у нас кипит, значит, бульончик. Технология нам уже известна. То есть, там у нас мясо, морковь, чеснок, лук и вода. И немножко масла, наверное, было даже. Даже далили немножко воды, потому что рис впитывает воду. Очень сильно, как известно, да? Да, отлично. Опять никто мне не комментирует. Я сам стою и догадываюсь, что происходит. Расскажи, что происходит. Варится. Варится. Почему крышкой не закрываешь? Сейчас закроет. Сейчас закроем крышкой. Чуть-чуть. А, вот такая. Вот я ждал крышку. Принесли супер крышку. Секретные таджикские технологии. Нанотехнологии из Таджикистана. По последнему слову техники готовится у нас плов. Вот так вот. Самые-самые современные, продвинутые таджикские технологии. Как готовили, наверное, тысячу лет. Примерно так же и сейчас, да? Рецепт не поменялся. Пички-пички. Понесли у нас огонь. На другой казан. Надо, чтобы там кипело у нас в другом казане. А, там будет готовиться, да? Так. Да? Сколько здесь казанов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четырнадцать казанов? Здесь. А здесь десять. И здесь еще десять. Двадцать четыре казана. По пять литров каждый. Не-не-не. Вот эти по пять. Вот эти, а там? Здесь один, вот три литра, остальные два литра. Два литра. А, вот эти четырнадцать, все по пять литров. Вот пять литров только. Так, а здесь эти по четыре? Три литра. Три литра. А вот эти? А, я понял. То есть вот этот пятилитровый, вот этот три литра, вот эти два литра, да? А на той стороне сколько там? По два литра тоже, да, казаны, маленькие? А, я понял. Братан, а ну подними тазик. Я хочу посмотреть, что там происходит. Ну покажи, пожалуйста, результат. Нам же интересно. Да, да, посмотрите. Готово будет? Да? Нельзя? Нет. Готово будет поднимать. Так, а здесь тоже сосиски эти кидали, потому что был заказ такой, да? Клиент просил. А, все, понятно. Чтобы заказал этот клин, у меня чтобы был лимон, чеснок и вот этот колбаски. Колбаски. Что за колбаски, расскажи. Это бараньи казы или говяжьи? Говяжьи. Говяжьи казы. То есть колбаса, которая делается как мясо, засовывается в киску. Да? Да. А мясо какое? Все вместе, да? Все вместе. Все вместе. Ну можешь мне приподнять тазик, я же хочу посмотреть, что там происходит. Приподними, покажи, пожалуйста. Я сейчас, она это. Просто покажи, нам же интересно. Пожалуйста. Чуть-чуть, покажи. Покажи. Зритель ждет. Ух ты. То есть плов почти готов. Все, закрывай. Отлично. Здесь заказали лимон, да? Все заказали. Я понял. Хорошо, друзья. Раскрыты все самые секретные технологии приготовления таджикского плова. Нам теперь уже стали известны. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Дамы и господа, не забудьте, пожалуйста, подписаться на этот канал, поставить лайк, откомментировать хорошими словами, нажать на колокольчик. И поделиться этим роликом с друзьями. Мы сегодня были на таджикской кухне, изучали все секреты. Меня зовут Олег, я путешествую вокруг света 5 лет практически без затратно и посетил уже 56 стран. Горячий привет из Таджикистана. Привет, родные. А, Чайхана называется у нас как? Тагичинор. Поселок Домхой. Дехмой. Возле Худжанда. На севере Таджикистана мы сейчас находимся с вами. Так, идет процесс. Продолжается процесс моего путешествия. Впереди еще много интересного. 5 лет идет мое путешествие. Уже ровно в 42 страны без остановки вообще. Это так, если считать с повторами. Так что, друзья, оставайтесь на связи. Давайте изучим и покорим нашу планету вместе. Вот сейчас, наконец-то, мы даже посмотрим одним глазом на этот плов. Вот. Он уже почти готов, да? Сколько здесь осталось еще? Минут 10, да? Сколько здесь осталось? 20 минут. 20 минут он будет под крышкой. Вот, посмотри, какой у нас красивый плов. А перец вы добавляете, нет? Перец это по заказу. По заказу, да? Ну, то есть, плов получается такой сладкий и жирный, да? Он не острый вообще? Нет. Сейчас не острый. Не острый. Когда человек просит, чтобы у меня был плов, я перец, и потом поставил. Все, я понял. Расскажи адрес, пожалуйста, заведения. Адрес заведения. Это так. Дохной? Поселок? Поселок Дехмой. Дехмой? Да. Так. Чайхана называется? Чайхана называется Тагичинор. Тагичинор? Что это значит? Под чинором. Чинар. Это дерево. Под деревом. А, вот так. Под деревом. Трактуется название этой чайханы. Так, друзья, я опять проголодался просто от одного вида этого замечательного плова. Повар готовит плов уже 10 лет, да? Да. Мы сейчас выяснили. Большой специалист. Вот. А, о, внимание, внимание. Ох ты. А что здесь делает лимон? И почему он так щедро добавляет лимон сюда? Почему он его не режет вообще? Не надо резать. Не надо резать? Не. Он вот так сейчас закроет и будет лимон вот так впитываться, да? Да. И когда готово будет, оно будет очень вкусно и запах такой приятный. Да? Приятный. Видишь, как я неожиданно дождался самого интересного. Не закрывай лимон? Подожди, не закрывай. Так, расскажи, для чего добавляется лимон? Чтобы он был сочный, вкусный. Сочный, вкусный и по запаху приятный. По запаху, по вкусу приятный, да? Обалдеть. Это исключительно таджикский национальный традиционный рецепт. Да. Закрывай. Можно закрывать? Сколько он будет сейчас еще? 20 минут. 20 минут. А, маленькая крышка. Видите? По самым высоким технологиям еще один лимон. Значит, есть несколько крышек, видите? Самые передовые таджикские технологии мы прикрываем двумя тадиками, как родного. Этот плов закрываем, да? И ждем сейчас минут 20, да? Он будет там напариваться. Можно даже не перемешивать. А через 20 минут можно сразу есть. Я понял. Отлично. Я так понял, под этот плов можно пить сколько угодно, да? Потому что он очень жирный. И сытный, да? Отлично. Всем приятного аппетита. До встречи на краю света. Спасибо за просмотр. Покорим планету вместе. Ура, товарищи. Салам алейкум. Салам алейкум.